Ура, ура, ура! Меня дети отпустили в Москву, и я еду на ВДНХ. Можно сказать, уже сто лет не была здесь на ВДНХ, и я очень соскучилась. В три часа я должна выйти в Москва. Рюми, там я буду на представлении. Выехала я в десять утра из дома, чтобы успеть немного походить по ВДНХ. Вот, что лишь сто летний. Поднимание! По седьмому февраля включительно нет движения поездов от станции Беляева до станции Новые Чнёжные. Вот главные ворота ВДНХ. В каждый свой приезд я обязательно приходила на ВДНХ. Много раз здесь бывала ранее и сама, и с мужем, и с детьми. А самый-самый первый раз меня сюда привезла мама, когда мне было 17 лет. Мама работала медсестрой в железнодорожной поликлинике. У неё был бесплатный билет на поезда, и ей можно было вписать несовершеннолетнего одного ребёнка в свой бесплатный билет. И вот она меня привезла в Москву. И мы сюда приходили. Я помню те времена и с тех пор, конечно, обязательно посещая ВДНХ. Я вижу, какой он сейчас красивый, как его красиво украсили. 2021 год. Яркие огни. Погода такая сумрачная, небо затянуто облаками. И, видимо, поэтому тут всё, все фонари включены. И так видно хорошо, как вечером. Хотя сейчас утро. Такое праздничное настроение. Народу много, в принципе. И с детьми идут. Давайте посмотрим, что успею, покажу. Я же говорила, что мне в три часа надо быть на представлении. Вот главная аллея. Мы по ней прямо пойдём. И по пути я буду рассматривать. Смотрите, как красиво украшено. Такой тоннель. Светящийся. Вообще, ВДНХ открыли, по-моему, в 1939 году. Потом его в течение времени каждый раз называли по-разному. Раньше, когда я бывала здесь, это была выставка достижений народного хозяйства СССР. Уважаемые посетители, на территории ВДНХ вы можете чувствовать себя в безопасности. Мы соблюдаем все противоэпидемические требования. Регулярно обрабатываем антисептическими средствами все поверхности. Вообще, здесь, на территории выставки расположено множество шедевров архитектуры. Даже все эти здания признаны памятниками культурного наследия. Это вообще образцы каких-то различных архитектурных направлений. По бокам этой аллеи находятся павильоны, которые принадлежат бывшим республикам СССР. Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь, Украина. Как раз вот эта аллея туда-вперед, она убрется в здание Украины. Мы к нему еще подойдем, посмотрим. Перед зданием центрального павильона выставки стоит памятник Ленину. Никто его не снес. Как говорится, жив курилка. Мы идем дальше. Тут, за этим центральным павильоном, уже находится самый-самый большой каток Москвы. Он, конечно же, платный, но можно приходить и со своими коньками и брать на прокат. Мы не сможем подойти к фонтану Дружбы народов, поскольку как раз каток огибает этот фонтан. К нему мы, наверное, придем с вами летом когда-нибудь, когда уберут каток и будет свободная площадь. Павильон Казахстан. Архитектурный облик этого павильона отражает мотивы казахского национального зодчества. Тут арки трехпролетные, барельефы с этническими орнаментами, скульптуры колхозницы Столивара, памятник поэту Чабаеву, ну и другие. Ну, поскольку я когда-то жила, родилась, жила в Казахстане, мне это, конечно, интересно, но мы туда зайдем когда-нибудь, похоже, не сегодня. Я вижу мостик, мы сейчас на него поднимемся, посмотрим на каток сверху. Вот такой вид сверху, видите, фонтан Дружбы Народов, конечно, он огорожен вот этим катком и нет возможности к нему подойти. Мне всегда раньше казалось, что фонтан Дружбы Народов и вообще фонтан, вот каменный цветок, который мы потом увидим, они такие большие, огромные. А сейчас я смотрю, как-то маленькие кажутся. Давайте постоим немножко тут, понаблюдаем, посмотрим сверху. Здесь есть каток для самых маленьких, чтобы они не мешали взрослым, но тут им небольшой закуточек. Мы подходим к павильону Украинской ССР. Он прямоугольной формы, фасад у него облицован керамическими блоками, а цоколь серым полированным гранитом. Входная арка обрамлена таким венком с растительным узором. По центру фасад завершает барельеф с изображением герба Украинской ССР. Над павильоном надстроена башенка, декорированная растительным орнаментом. Тут стоят скульптуры девушек, держащие лавровые венки. По бокам стоят колонны, флагштоки. Но сейчас нет возможности туда зайти, потому что у меня время просто ограничено. Когда-нибудь мы все-таки туда зайдем. Все-таки по национальности я украинка, хотя родилась в Казахстане, живу в России. Но тем не менее, по крови я украинка. У меня очень много родных на Украине. Да и вообще, очень многие павильоны были закрыты во время пандемии. Вроде бы недавно стали открываться. Где-то в 20-х числах января стали по очереди открываться. Но работает ли сейчас павильон Казахстан-Украина, я не знаю. Не подхожу, не узнаю. Все равно это будет не сегодня. Но когда-нибудь, я обещаю, мы с вами туда зайдем. За павильоном Украинской ССР находится площадь промышленности, на которой в 1967 году на площади был установлен полноразмерный макет ракеты «Восток», на которой в 1961 году совершил полет в космос первый наш космонавт Юрий Гагарин. В общем, повторяю, что это макет, что это не настоящая ракета. Но, тем не менее, масштабы, конечно, велики. Сюда, на площадь промышленности, я пришла с павильона, который называется «Макет Москвы». Это я уже после павильона Украинской ССР повернула направо и прошла в этот павильон «Макет Москвы». Там посещение его бесплатное, только нужно зарегистрироваться, там, смс в телефоне, и все можно проходить. Ну, естественно, маски, перчатки, все это должно быть. У меня будет отдельное видео из павильона «Макет Москвы». Так что это будет в другом видео. А сейчас мы здесь с вами, на этой площади промышленности, смотрим технику. И после этого пойдем в «Москвариум», который тоже будет в отдельном видео.